Наши механики сразу же рисуют на мустангах новые свасти и зазбитые самолеты врага. Немецкое командование серьезно обеспокоено. Понятно, что вся Восточная Европа теперь в зоне досягаемости американских ВВС. Но куда союзники нанесут следующий удар? По нефтеперерабатывающему заводу в Плоеште или по заводам Мессершмитта? Потеря таких важных стратегических объектов может парализовать всю германскую армию. Геринг вне себя от злости. Он клянется узнать, где этот чертов аэродром и уничтожить его. Отдан приказ усилить агентурную и воздушную разведку. Все, что происходит на авиабазе, строго засекречено. Разглашение данных о расположении аэродрома, о самолетах и бомбардировочных операциях равносильно самоубийству. Оперативники СМЕРШа пристально наблюдают за каждым американцем, каждым русским. Все разговоры под контролем СМЕРШ. Были инструкции, нас инструктировали, что в контакты, в близкие, вступать с ними нельзя, не нужно и все прочее. Но это дело такое, инструкцию дает кто? Тот, кто никакого отношения к этой работе, к совместной с американцами, не имеет просто-напросто. Но и после работы русские и американцы все равно проводят время вместе. Говорят они на разных языках, но, как ни странно, отлично понимают друг друга. Всем хочется хоть на чуть-чуть отвлечься от войны, хоть как-то прикоснуться к мирной жизни. Симпатичные парни. Культурные такие, знаете, подтянутые. Наши как-то, стыдно говорить, какие-то присядистые такие. Они все подтянутые такие, знаете. Конечно, хотелось пообщаться. Во-первых, некоторые из них говорили по-русски. Там не только были американцы, там были иммигранты. Рядовой первого класса Маккартни Игорь, по национальности русский, русская фамилия Платонов, в разговоре с нашим источником заявил, у американцев взгляды на Россию различные. Тем людям, которые привыкли хозяйничать и имеют какой-либо капитал, здесь жить не понравится. Наши очень удивлялись многим вещам, которые у них считались естественными. Ну, поднимался вопросом, как же так, у вас земля самая частная, а леса? Ну, хорошо, я иду по дороге, я хочу выйти погулять. Те говорят, ну, ты должен спросить у хозяина. Ну, че уже буду спрашивать? А он говорит, а у вас как? А он говорит, вот у нас в Сибирь поехал, поставил избушку и живи. Как, говорит, ты никому не плачешь? Он говорит, нет, не может быть. Это другая психология, понимаете, они узнают что-то новое, им все необычно. Лейтенант американских ВВС Фрид пришел к зданию Полтавского обкома и пытался без пропуска войти в здание. Работниками комендатуры обкома Фрид был задержан. При опросе Фрид заявил, я пошел в обком, желая увидеть своими глазами, как и где работает эта коммунистическая партия. Наших удивляет страсть американцев ко всяким сувенирам. Американцы выпрашивают или выменивают у красноармейцев пуговицы, звездочки с пилоток и фуражек, шевроны о ранениях, взамен предлагая сигареты, зажигалки, ручки. А у меня был на ремне бельгийский пистолет. И кубура была ярко-желтая, это я у партизан получил. Это трофей. И вот один подошел ко мне, слушай, дай мне пистолеты. Я говорю, а ты мне что дашь? А что хочешь? Я говорю, давай мне вот куртку. Тащат мне куртку. Ну великолепная совершенно. Но сзади, во всю спину нарисована девица с обнаженной вот такой грудью огромной. Куда я пойду с ней? Наконец-то он нашел все-таки одну куртку, которая была без рисунка. Мы с ним поменялись. Я был невероятно счастлив. Я еще многие годы потом в ней работал. Немецкой разведке, несмотря на все усилия, так и не удается узнать, где находится аэродром. Тем временем американцы подводят первые итоги челночных операций. Подготовлен детальный отчет о проделанной работе. К отчету прилагаются аэрофотоснимки авиабазы. На следующее утро, 11 июня, эти документы предстоит отправить на авиабазу в Фоджи. Первая операция «Френтик» завершается сквозным полетом из Полтавы в Италию. Все идет по плану. Летающие крепости Б-17, на рассвете взлетевшие с полтавского аэродрома, уже приближаются к цели. Американской армаде предстоит дать еще один пинок Герингу. Разбомбить нефтебазу и аэродром Факшаны. Удачно отбомбившись, американские самолеты берут курс на Италию. Поднятые по тревоге немецкие истребители атакуют летающие крепости. Немцы заходят со встречного курса и открывают огонь. Одна крепость подбита и падает. Это и есть тот самый самолет, на котором везут секретный отчет. Немцам повезло. Фотографии аэродрома в буквальном смысле свалились с неба. Местонахождение авиабазы особого назначения больше не секрет. Остается лишь тщательно подготовить операцию. Это дело нескольких дней. Американцы и русские, проводив самолеты в Италию, получили временную передышку. Можно вздохнуть спокойно и поближе познакомиться друг с другом. Когда они начинали говорить о своих домашних заботах, о проблемах, да у нас одни и те же проблемы, что у них у этих, у американцев, что у нас одно и то же. Мы одни и те же люди. Вечером бравые пилоты идут на штурм полтавских красавиц. Но девушки ведут себя подчеркнуто вежливо. Американцы никак не могут понять, почему же советские девушки так неприветливы. Почему вы когда смотрите, вы не улыбаетесь? Вот встречаетесь с глазами, у нас всегда улыбается, а вы не улыбаетесь. А девушка говорит, а что, я если улыбнусь, так вы подумаете, что я так согласен. Но перед такими галантными кавалерами не устоять даже девушкам из Красной Армии. Под присмотром сотрудников СМЕРШ на открытой площадке устраиваются танцы. Девушки их с первого же буквального момента прям тянули как магнитов. Приезжали летчики, прилетали после очень напряженных многих часов, хотели расслабиться, естественно, они привыкли расслабляться по-своему. Где тут девушки сразу? Отделом контрразведки СМЕРШ производилась проверка документов у гражданского населения и военнослужащих. Во время проверки документов в квартире гражданки Бородянь под кроватью, заваленной тряпками и мешком, был обнаружен американский военнослужащий, который мимикой и жестами проверяющего из-под кровати был выдворен в пыльном и загрязненном состоянии. Проверив документы у присутствующих в квартире лиц, проверяющие оставили их в покое, сами удалились для продолжения своей работы. Понимаете, смотрели терпимо, потому что дальше это никуда не шло. Ей могли сказать, ай-ай-ай, а если увидели, допустим, были такие случаи.